Мы начинаем с команды 12FM. Вот они сидят прекрасные и красивые в гостях напротив меня. Уже вижу Евгения Саенко. Это беленький бородатый парень. Никому не видно, я должна так делать. Будешь описывать все, да? Нет, шучу. Анастасия Захаренко. Это я. Это прекрасная леди с длинными волосами и Анастасия Дивайкина. Доброе утро. У нее тоже длинные волосы, но они как-то не очень похожи, девочки. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, здравствуйте всем. Расскажите, как родилась команда, где играли сначала, где сейчас. Вообще история создания 12FM. Вот так. Ну, смотрите, мы с Настей играли раньше в школе вместе, в 12-й гимназии. А Женя Саенко играл в другой команде. И мы вместе пересекались в школьной лиге КВН города Новосибирска. Потом вот мы с Настей поступили в НГУ, а там очень сильное КВН движение. И мы решили создать команду. И вспомнили, что у нас есть знакомый Женя Саенко, у которого только распалась команда. И мы позвали его. И пришлось Жене Саенко поступать в НГУ? Не совсем. Не пришлось. Так взяли. И вот почему 12FM, да? Потому что 12-я школа, да? Ну, вообще, да. Или уже есть новая легенда? Нет, мы еще придумали, что наша команда создалась 12 февраля месяца. Очень много разных историй. 12 февраля месяца? 12FM. А, я думала... Февраль месяц. Понятно. Их очень много просто, но... А еще, может быть, давайте мы вам поможем, Саша, придумать еще историй. Может быть, у вас было 12? Это было, да. В жестком отборе осталось в живых только трое. Сколько на самом деле человек в команде? На самом деле в команде 5 человек, но на сцене играют только трое. Ну, может быть... Остальные авторы, да? Один звук. А, ну да, звукач. Как же. Мы все время звукача забываем, это один из самых главных людей. Мы его даже забываем, вот и сегодня. И вот в том составе, в котором вы сейчас, когда первый раз сыграли, что это было за игра, какого уровня, были ли вы на каких-то фестивалях, какой уже сложился опыт за время существования? Вот именно этим составом мы начали играть в октябре. Это была игра в НГУ, битва за сборную. И мы нормально сыграли, но мы собрались буквально за месяц до этой игры. Но получилось неплохо. Потом был второй этап этой битвы за сборную, который мы выиграли, и по его результатам поехали на фестиваль в Сочи. Были на фестивале, на последний. Ну и как эмоции? Чему научились, что привезли? Какой рейтинг у вас? Да. У нас рейтинг. Он есть, да? Он есть. Это отлично. Пусть будет. Ну что запомнилось-то? Вы же впервые были на фестивале в Сочи? Ну, девочки, да. Я второй раз был на фестивале в Сочи. Ну и как? В этот раз удачнее, чем в прошлом? Ну, что же, молчите-то. Не обижайте девчонек. Я ездил с девочками в Сочи. Это уже удача. Представляете? Можно уже, неважно, был КВН или не было его. Девчонки были, Сочи был. Ну, я, ты что делал? А я с девчонками в Сочи катался. Ну, у меня есть друзья, которые КВН-ом не интересуются. Женя, где был в январе, ну, с девчонками в Сочи ездил. Зачем? Просто. Так же здорово. Вообще, как вы видите дальнейшую жизнь в КВН? Стоит играть, и пока ты только студент, или вы хотите вообще всю жизнь с этим связать, расскажите ваши мысли относительно вашей команды, вашего будущего, вообще КВН-движения, потому что мы знаем, всегда знали, да, и после фильма КВН-чики это стало еще более понятно, что на КВН нужно, ну, либо класть вообще все свое время, либо вообще ничего не делать. Так это или нет? Да, конечно, так. Ну, и у вас какие планы? Класть на это все свое время. Как-то я не очень красиво сказала. Класть. Они еще и повторили за мной. А-а-а. Ладно, давайте вместе будем класть на все свое время, а после рекламы вернемся с разминкой. Команда КВН-12ФМ сейчас будет шутить. Мы всех заставляем КВН-чиков шутить. Может быть, у вас есть какая-то шутка, которая зайдет и на слух тоже в аудио формате. Многие отказываются шутить в прямом эфире, потому что КВН по радио, говорят, это не смешно. Ну да, и не хотят шутки, собственно, свои палить. Давайте, спалите нам что-нибудь. А мы спалим весь материал только послезавтра на игре КВН-сибирь 16 марта в 7 часов до Когорького. Молодцы. Молодцы. Да, ну а прямо сейчас у нас будет разминка от наших радиослушателей. Ну да, тут вам придется что-то, да, все-таки, отвечать. Поотвечать. Нам прислали вопрос, почему книга, которую написали Ильф и Петров, называется «12 ульев, а ваша команда 12ФМ». Но так получилось, что в первую часть разговора ребята уже ответили на этот вопрос. Да. 12ФМ, потому что 12 школа, в которой вы начинали. Правильно? Ну, теперь нужно ответить на вопрос «Почему 12 ульев?» Ну, это, видимо, к Ильфу и Петрову вопрос. Они, возможно, тоже учили в гимназии. Да, возможно. Дальше, друзья, внимание, продолжите песню. «Я счастливый, как никто!» И как ничего. И как ничего. Ничего тоже бывает. Мы же в таком формате устаете, что он отвечает. Да, да, да. Конечно, конечно, без раздумий. Да, как КВН-чику попасть в книгу рекордов Гиннесса? «Через Сочинский фестиваль книги рекордов Гиннесса». Бывает такой «Сочинский фестиваль книги рекордов Гиннесса?» Ну, когда он будет, собственно, через него и попадает. А, это тема будет такая. Нормально. «Гивин-2019». «Гивин». «Как бы ваша команда называлась в 17 веке?» «17ФМ». Вот, тоже нормально. 17-й школы были бы вокруг. Продолжите поговорку. «Не имей 100 рублей, а...» «А приходи на 7». Ну, тут... Потому что билет стоит дороже 100 рублей, да? Понятно. И последний вопрос. «Как песни Ульки Бузовой попали на 12FM?» Мы предположили, что... Точнее, не мы, а наши слушатели, что на 12FM наверняка есть только бузов. Нет, нету. Нет, нету. Не попало. Не попало? Не попало. А почему? Потому что она не переехала на сочинский фестиваль книги рекордов Гиннесса. Ну вот, вот уже что. Ей не надо книг рекордов Гиннесса. Спасибо, ребята. Аплодисменты. Ура! Так и проходит все вот в таком импровизационном формате? Или все 10 раз отрепетировано, например, на конкурсе «Биатлон»? Открывайте себе секрет за кулисью. Не, ну «Биатлон» он пишется, репетируется. Разминка всегда проходит импровизационно, дается 30 секунд, мы обдумываем ответ, и кто-то идет отвечать. Ну, у нас так проходит, первые 3 секунды я сразу бегу, девочки говорят «Подожди, не иди». Мы еще потом обдумываем какой-то ответ, и потом только идем вот так. Ну, это самый сложный конкурс, честно говоря. Как проходят мозговые штурмы, придумываются шутки, как рождаются? Кто-то вам помогает, вы сами собираетесь или они случайно где-то? Всегда по-разному. Вот иногда бывает, мы видим какие-то смешные случаи в жизни, записываем заметки, потом, когда собираемся, командой все это вытаскиваем, и что-то придумывается смешное. Мы приезжаем к девочкам домой, у них всегда много печенья, насадимся, бьем чай. Секрет в печенюшках? И забываем про шутки. Рецепт подскажете? Да, там первый час проходит, там, блин, ребят, надо думать. Еще печенье. Когда мы достаем до заметки, и тогда уже начинаем что-то делать. Хорошее у вас печенье. Когда я играл в КВН, мы тоже так вот собирались, записывали шутки, там, веселились и так далее. А на следующий день мы начинали читать, и мы понимали, что они вообще не смешные. Вот у вас такое происходит? А, возможно, через час так и будет. Даже через час. Через час редактура, и мы закончили писать муз-номер часа четыре назад. И у нас есть сомнения, что это вот только наш, возможно, прикол какой-то, либо это зайдет назад. То есть вы сейчас поедете сегодня на редактуру, да? Да, мы сейчас живем на базе КВН «Сибирь», и каждый день у нас редактуры. Кто там редактирует? Там редактирует Илья Ярошевский, Игорь Бондаренко. Так, Игорь, Игорь, я знаю, вы у нас. И Аркадий Диченко. Есть у вас какие-то КВН-кумиры, на которых поориентируйтесь? Команды? Нет, 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 есть команды, которые нравятся. Хорошо, нравится. Ну, у меня, типа, постоянно появляются команды, я для себя их открываю, как-нибудь старые, которые мне начинают нравиться. Например, агесские мансы мне раньше не нравились, я сейчас смотрю, о, классно. Вообще мне нравятся такие пацанские команды, которые в начале, встанцы, встанцы. Сказал парень, который с двумя девчонками в команде. Ты что делаешь сейчас? Меня с выгонят. А, просто летом я пересмотрел команду 25-я, Воронеж. И там примерно такой же похожий концерт, как у нас. Я такой, блин, классно бы было. И вот в кедре вот... Девчонки, вам не хочется девчачью команду? В последнее время это модно. Да, это же модно, да. Раис, я обиделась. Куча примеров. Вы взяли зачем-то бородатого, который хочет себе пацанскую команду? Ну, на самом деле, мы когда в школе играли, у нас была женская команда. Да? Четыре года мы играли. Четыре года мы играли в женской команде, и поэтому сейчас дошли немного. Нам хватило. Да. Почему вы в НГУ девчонок своих не взяли? Зачем он вам? Они поступили в НГУ. Тем более. Почему вы не вас соединились? Они решили учиться. Девочки играли. Мы тоже учимся. Вот я хотела спросить, раз кто-то решил учиться, действительно ли можно сочетать КВН и хорошую учебу. И в чем секрет? Это же фестивали, разъезды и так далее. Ну, это, конечно, тяжело, но нас очень университет поддерживает. Ну, не в плане того, что там за нас закрывают сессию или что-то, но вот, допустим, перед фестивалем в Сочи ректор подписал приказ о досрочной сдаче сессии, то есть мы без проблем сдали и уехали. Заранее, вперед всех. Да. На каком факультете учитесь? На экономическом факультете вдвоем. Ну, да. Экономисты юморные, да. Сколько команд сейчас в НГУ вообще? Есть информация? Насколько раз, известно, там сейчас очень сильно поддерживают КВНское движение. Да, потому что сейчас есть фонд Endowment НГУ, в который выпускники НГУ вкладывают денежные средства, и они расходуются на какие-то цели, на мероприятия и на КВН в том числе. Ну вот вы ездили в Сочи за свой счет или Endowment вам помогал? Нам помогал Endowment, и ездили из НГУ три команды. Вы и я обиделась? Мы, девочки, я обиделась, которые сейчас уехали в Минск на международную лигу, и молодая команда еще раз, которые вместе с нами играли. Называется так еще раз? Да. Ах, раз, еще раз. Да, это оригин. Как вы оцениваете вообще Сибирскую лигу? Они вам конкуренты, не конкуренты, или все-таки вы съездили в Сочи, посмотрели и поняли, где вот настоящий КВН со всей страны и так далее? Да нет, ну понятно. Сейчас вам, наверное, скучно играть. Настоящий КВН там? Да почему скучно? Все команды, которые принимают участие в игре в пятницу, все они были тоже на Сочинском фестивале. Есть какие-то у вас советы для новичков, если кто-то тоже только поступил в универ, хочет создать какую-то свою команду, что должно быть у людей, чтобы у них реально все получилось, как у команды, как у юмористов, вот из вашего личного опыта? Ну, во-первых, должна быть ответственность, конечно. Ну нет, во-первых, желание, потому что желание протолкнет все остальное. Потом ответственность, потому что, чтобы заниматься КВНом, нужно уметь как-то себя перебарывать. Иногда хочется спать, но надо идти писать шутки. Но вчера я уснула, правда, все равно. Я наблюдаю в играми за некоторыми командами, когда они по ночам пишут, как можно выдавливать из себя что-то смешное, когда тебе плохо, хочется спать, и темно вокруг, и ничего не видно. Ну, в таких условиях, наоборот, самое смешное получилось. Аж привыкаешь, да. Тогда проигрываешь, и все. По мне, так вот, пишутся всегда самые смешные шутки либо ночью, либо очень-очень рано утром, когда ты их встал. Ну, на практике, шутка все равно всегда именно пишется, или бывает, что она случайно в жизни произошла, и вы ее взяли из реальной жизни? Ну, в основном так и происходит случайно. Вот у меня так. Я так еду в маршрутке, и вот случился какой-то случай, это не так, прикольно. А в маршрубках там такое бывает. Спасибо, друзья, как бы с вами весело не было, а время эфирное подходит к концу, и с вас осталась только одна шутка. Это забавная история из жизни, непридуманная. Поехали. Непридуманная. На садческом фестивале мы стояли с моим знакомым и увидели одного парня из высшей лиги. Он говорит, слушай, Жень, сход ты меня. Я беру телефон, начинаю его фотографировать, и тут мне звонит Настя. И ты стал с ней разговаривать? Да, я беру другу и говорю, Настя, подожди, пожалуйста, я сейчас человека сфотографирую, а она мне что-то говорит, что я иду там-то, там-то, нам нужно встретиться. А человек стоит, они уже в обнимку стоят и ждут, пока я их сфотографирую. И так неудобно, мне там показывают, Жень, что такое, бросать телефон. С фоткой на палец. Я говорю, Настя, в общем, подожди, я сбрасываю, сфотографирую. Я тогда обиделась еще на него. Ну, фотка-то удалась? Да. Ну и молодцы. Все, хорошо получилось. Спасибо большое. У нас в гостях была команда КВН 12FM. КВН 12FM.